МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости. В студии Джамиля Шарипова и коротко о главном в этом выпуске. Отдых на пляже завершился трагедией. В Баба-Юртовском районе найдены трое утонувших детей. Жалоб на ЖКХ стало больше. В надзорные органы в этом году поступило около 3 тысяч обращений с претензиями на коммунальные службы. 18 миллионов на помощь в строительстве духовного центра имени пророка Исы. Жители Чародинского района объявили сбор средств на возведение мечети. Трое детей утонули в Баба-Юртовском районе. Об этом сообщает МЧС Республики. В ведомство сегодня утром поступило информацию о том, что пропали дети, которые купались в море на надувном матрасе. Силами родственников и местных жителей их тела удалось найти. Сообщается, что старшему из них было 14 лет. Три года колонии ждет гендиректора старой компании в Дагестане. Свыше 270 миллионов рублей бюджетных денег, предусмотренных на выполнение ремонтно-строительных работ, было похищено неким Камелеом Магомедовым. Он путем мошенничества и фиктивных документов завладел деньгами, а работы так и не выполнил. Согласно приговору, его ждет три года лишения свободы. Кроме того, застройщик обязан вернуть украденную сумму и выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Число жалоб на ЖКХ в Дагестане выросло почти на 18%. Об этом сообщает Госжилинная инспекция Республики. За второй квартал текущего года в надзорный орган поступило 910 обращений. Это на 20% больше, чем в прошлом году. За первое полугодие 2019 года было принято около 2000 обращений. Чаще всего они связаны с вопросами оказания коммунальных услуг, ненадлежащего качества, плохого технического состояния жилищного фонда и некачественного обслуживания управляющих компаний. Акцию МЧС Дагестана за безопасный отдых детей в детском оздоровительном лагере «Юность» провели сотрудники ведомства. Они рассказали детям о том, как правильно действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Огнеборцы показали ребятам тушение условного пожара и аварийно-спасательное оборудование. Детям разрешили надевать на себя боевую одежду пожарного и подавать воду с пожарного ствола. Самым интересным для школьников стало практическое мероприятие в мини-бассейне, где организаторы продемонстрировали спасение тонущего человека на водоеме. Первый заместитель начальника МЧС по Дагестану отметил, что профилактическая работа продолжится до конца летней оздоровительной кампании. Я надеюсь, что эти мероприятия, которые мы вам сегодня провели, они останутся у вас в памяти, и вы их будете применять только так же теоретически, но не практически. Я хочу пожелать вам и от себя лично, и от руководства Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям плодотворного отдыха, чтобы вы набрали сил на предстоящий год. А завершилось мероприятие традиционной пенной вечеринкой, которую строили пожарные для отдыхающих. В Дагестане продолжается строительство духовного центра имени пророка Исы. Неравнодушные люди активно оказывают материальную помощь в возведении исторического сооружения. Народная стройка и сейчас вызывает интересы у многих жителей республики. На этот раз ознакомиться с ходом строительства сюда прибыла делегация из Чаразинского района. Подробности в сюжете Абдулла Алиева. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. О градюзном проекте духовный центр имени пророка Исы уже давно знает не только в республике, но и за ее пределами. Регулярно из разных районов Дагестана сюда съезжаются джаматы сел и городов, чтобы воочию стать свидетелями возведения исторического сооружения. На этот раз на место строительства прибыла делегация из Чаразинского района. Для них была проведена экскурсия по будущей мечети имени пророка Мухаммада, которая будет располагаться на территории центра. Мы как и мусульмане, как жители республики, как выходцы из этой республики, мы сюда собрались сегодня посмотреть, увидеть своими глазами, что здесь происходит, как объект строится и что здесь будет в дальнейшем. Но нас обрадовало то, что здесь будет не только мечеть, она централизована только в духовном направлении. Здесь и светская школа, здесь и светский детский садик, здесь и абитуционный медицинский центр, здесь музей. Это получается как бы огромный комплекс, где будет объединиться все. Чарадинцы не первый раз прибывают в духовный центр. Они были в числе первых, кто принимал участие в возведении колонн мечети. На этот раз в делегацию из Чарадинского района входили представители власти, общественные деятели, именитые спортсмены, да и просто обычные неравнодушные люди. Многих удивило, что на территории духовного центра будут построены не только мечеть, но еще и ряд значимых социальных объектов. На самом деле очень серьезный, очень мощный объект. И важно, я узнал, что наряду с мечетью здесь будут и образовательные комплексы, спортивные комплексы, аллеи, где будут посажены деревья. То есть такой в целом очень универсальный объект получается. Я хочу поблагодарить в первую очередь муфтият нашей республики, муфтия нашей республики и вообще всех тех, кто, так сказать, дал направление, можно сказать, импульс вообще развития этого уникального проекта. Парадически заглядываю сюда уже не первый раз. Эмоции очень положительные. Почему? Потому что уже, как было сказано, что такого аналога нет даже в Европе. Конечно, очень приятно, что мы можем, хотя небольшой, но каждый житель республики и России в целом может внести свой маленький вклад в столь большое дело. По окончании экскурсии жители Чародинского района обязались взять на себя перекрытие значительной части территории будущей мечети. Для этого они объявили сбор денег в размере 18 миллионов рублей. Напомню, что строительство духовного центра является народным проектом, в котором может участвовать каждый желающий, оказав любую пассивную финансовую помощь. Абдулла Алиф, Магмед Расул Абакаров, Джал Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Праздник, посвященный Дню вспомогательных репродуктивных технологий для детей и их родителей, прошел в Махачкале. Во дворе Республиканского центра охраны здоровья семьи и репродукции собрались дети, рожденные после ЭКО, их родители и специалисты. Пригласили на акцию и тех, кто только планирует стать родителями. Ведь подобные встречи – отличная возможность узнать друг друга получше, а также обсудить все интересующие вопросы с врачами. Посетила акцию и мать с первым ребенком в Дагестане, рожденном в результате экстракорпорального оплодотворения. Это произошло в 2013 году. Чтобы поздравить специалистов, они приехали из Бабаюрдовского района. Собирались делать здесь. Я не знала об этом, что здесь делать ЭКО. И так начала задумываться, почему бы и нет. Своя земля ближе. По ходу своих обследований решилась в конце делать здесь. В итоге получилось, что у меня первый ребенок. Я не ожидала этого, конечно. Я была в шоке, когда это узнала. У нас большинство мужской пол. Мужья не понимают, не разрешают. У меня так же было, если честно. Потом я ему показала все, объяснила. И он дал свое позволение. И мы пошли на это. Отметим, в Дагестане все чаще пары с диагнозом бесплодие принимают решение пройти процедуру ЭКО. Так, за шесть месяцев 2019 года в регионе процедуру искусственного оплодотворения уже прошли около 800 пар. На свет в этом году появилось 162 малыша. В Дербенте с размахом отметили День Конституции Дагестана. Напомним, праздник в республике отмечали накануне. В самом древнем городе России по этому случаю состоялся праздничный концерт. Горожане собрались на набережной, где их ожидало представление с участием популярных артистов, танцевальных ансамблей, а также талантливых учащихся музыкальных учреждений города. Поздравить дербенцев с праздником пришли представители администрации города. Я хотел бы вас всех поздравить с Днем Конституции. Пожелать вам мира, пожелать вам благополучия. Сегодняшняя Конституция нам позволила провести через четверть века жизнь нашего Дагестана в мире и в согласии между народами. Встроить нашу маленькую горную республику в единую, дружную семью народов Великой России. Я всегда говорю, что и права, и обязанности – это две стороны одной медали. И когда человек успешно пользуется правами, он не должен забывать о своих обязанностях. И одна из самых первых наших обязанностей – это заплатить налоги и спать спокойно. В завершении праздника чемпионы мира и России по грепплингу и мастера спорта международного класса наградили дипломами и грамотами участников спортыкиады. Дагестанские борцы-вольники выступят на мемориале Циолковского в Польше. В состав участников вошли семеро борцов. Четверо из них – воспитанники Дагестанской школы борьбы. Чемпионы России Рамис Гамзатов, Магомед Расул Идрисов, Гаджин Абиев и самый титулованный из россиян – чемпион Европы и Евроигр Даурен Куруглиев. После польского турнира сборная России соберется на подготовительном к чемпионату мира сборе в Сочи. Это вся информация на сегодня. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин